Делегацию из города Побратима Рыбинска принимает 35-я школа имени почётного гражданина Бобруйска, дважды Героя Советского Союза Павла Батова. Для гостей проводят экскурсию в музее, библиотеке, знакомят с учебными кабинетами, столовой и спорткомплексом, где разворачивается дружеская игра волейбол. Рыбинск – родина Павла Батова. И у гостей страны-соседки благородная цель визита. В подарок учебному заведению огромное количество личных вещей генерала. От почётных грамот и открыток до кирпича той самой школы, где учился будущий Герой Советского Союза. Хочу выразить слова благодарности нашим гостям за те подарки, которые они презентовали нашему учреждению образования. Это событие очень знаковое для нас в год мира и созидания. Ведь город Бобруйск и город Рыбинск давно объединяют побратимские отношения. Корнями в историю очередным шагом к укреплению нерушимой связи становится заложение парка «Дружба народов». На территории школы теперь возвышаются берёзы, липа и дуб, которые буквально на днях были выкопаны в деревне, где в XIX веке родился Павел Батов. Мы решили сейчас осенью, не дожидаясь зимы, привезти несколько деревьев с родины Павла Ивановича. Приехав сюда, мы встретили здесь, во-первых, родочный приём, и, безусловно, мы знали это, но ещё раз удостоверились в том, что Павла Ивановича здесь сейчас помнят. Мы очень рады, что мы вместе встретились с представителями города Рыбинска. Надеемся, что парк этот будет расширяться, школа будет улучшаться, и чудный город Бобруйск, как и вся наша чудная страна, будет всё лучше, лучше и лучше. 28 октября в каждом уголке «Синеок» и проходит Единый день озеленения. К акции «Мирный и созидательный труд во благо чистой и зелёной страны» присоединяется и Бобруйск. Несмотря на непогоду, администрация города, представители общественных организаций, активисты вносят общий вклад в облагораживание молодёжного парка. У природы нет плохой погоды, и действительно, эта акция проходит у нас в городе, и проходит во всех микрорайонах города. Отрадно, что мы принимаем в этом участие и делаем благородное дело по посадке деревьев. К экологической компании присоединяются и городские предприятия. Сотрудники Белшины на улице Днепровской флотилии высаживают 80 деревьев породы граб из семейства берёзовых. Нашему коллективу было предложено поучаствовать в акции «Единый день озеленения». Мы с удовольствием приняли это предложение. Наш город в последнее время очень преобразился, поэтому мы тоже хотим добавить красок в наш чудесный, добрый город. В одном едином порыве работники ООО «Белшина» посадили массу деревьев. Надеемся, что они все весной уже порадуют нас своими листвой, свежестью. Здесь же трудится и Бобруйская громадж. Коллективы не в первый раз принимают участие в озеленении города, поэтому аллея деревьев вырастает, как грибы после дождя. Всего в молодом районе благодаря инициативе теперь стоит и не шелохнётся 120 многолетних растений. Это будут места отдыха молодых людей с детьми, и всё это будет благоприятно сказываться на инфраструктуре нашего города. Для меня это очень важно принять участие в данной акции. Здорово осознавать, что через пару лет я буду идти со своей семьёй и буду говорить своим детям, что эти деревья садил я. На пересечении Ульяновска и Гагарина вовсю трудятся коллективы бобруйских тепловых сетей производственного управления ТЭЦ-2. Благодаря слаженной работе возле Сретенского храма гордо возвышаются 30 клёнов. Геологически очень правильный проект. Я считаю, что это и красота в конце концов. Нужно озеленять наш город. Мы его очень любим и хотим, чтобы он был краще и лучше. 40 саженцев ивы вдоль дороги на Крылово уже через несколько лет станут прекрасным продолжением ветвистой аллеи, которая берёт своё начало на Георгиевском проспекте. Свой след здесь оставляют работники Коверпро, Беларусь, Резинотехника и ТАИМ. Первый раз посадил дерево. Я очень рад, что поучаствовал в такой акции. С каждым годом мы видим, как Бобруйск становится всё краше и краше. И мы рады внести эту маленькую лепту в развитие нашего района и нашего города. Участие в акции – значимый вклад во внешний облик, в экологическую безопасность и в будущее своей страны. Эко-направление не просто пыль в глаза. Это тренд, который с удовольствием продвигает и поддерживает как молодёжь, так и старшее поколение. Елизавета Липеева, Станислав Чечерин. Итоги недели.